Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Linkagame и сегодня мы изучим это доисторическое, очень загадочное существо, которое называется Уинтатерий. Поехали! Уинтатерий, род Диноцерат, живший в средне-позднем и оцене 48-43 миллиона лет назад, имеет два различных вида, которые жили на двух разных территориях. Анцепс, живший в Северной Америке, собственно говоря, он в игре у нас и представлен, и Инспиратус, который жил в Азии. Достигали в длину примерно 4 метра, высоту 1,70 метра и весили примерно 2 тонны. Был похож на современного носорога, в принципе и по габаритам. Его название с латинского переводится как «зверь с горы Юинта», ну так название было горы такое. Относился к отряду Диноцерат и был одним из самых крупных его представителем. Характерная черта вида это три пары рогоподобных выростов на верхушке черепа. Выросты были покрыты кожей, были такие как у жираф. Мозг у них был очень маленький, то есть у него был череп не такой, как у большинства животных, такой выпуклый, сферический. А у него череп был наоборот вогнут внутрь и еще были толстые стенки костяные. В общем-то мозгов там помещалось очень мало. И по интеллекту он был наверное родственник табуретки. Ну как минимум ближе к динозаврам, чем к млекопитающим по своему интеллекту. Имел массивное тело и столбообразные ноги, такие как у слона. Судя по зубам, у которых коронки были невысокие, то есть сами зубы выступали не очень высоко, питался мягкой растительностью, листьями, там какими-то плодами, обитал в тропических лесах, по берегам озер, возможно вел полуводный образ жизни типа бегемота. Был впервые описан в 1972 году. Известен также под названиями Диноцерос и Тиноцерос. Там была целая война, три ученых обнаружили останки этих животных и там они между собой очень воевали, поскольку друг друга не любили и не хотели признавать, что они нашли останки одного и того же животного просто в разных местах. Близкий родственник Уинтатери это Эобазилев, который жил в конце Эоцена. Отличался формой выростов на черепа и более крупными размерами. Существует сообщение о находке Уинтатери во внутренней части Монголии, но в целом рогатые диноцераты характерны лишь для Северной Америки. Выделяли множество видов 14-15, которые могут быть синонимом единственного вида Уинтатерий анцепс. Эобазилев в свою очередь был в длину примерно 4 метра, 2-1 метра в высоту, и вес оценивался примерно в 4 тонны, то есть как слон. И выглядел еще немножко более ужасно. Верхние клыки были очень большие, нижние у них были небольшие. Для самцов также характерны особенно длинные, бивнеподобные верхние клыки и соответствующие им защитные лопасти на нижней челюсти. Ну эти лопасти такие вот выросли на костях, как утилокосмила, они там были вообще здоровенные. Со временем в эпоху Иоцена начали появляться крупные бронтатерии, которых у нас тоже уже видео есть, такие как мегацерапс и примитивные носороги, такие как метаминодон. Со временем эти и им подобные травоядные вытеснили Уинтатерия из его экологической ниши, и таким образом они вымерли. Хоть они и напоминают своим телом носорогам, то они считаются с ними не связанными. Существует теория, что Уинтатерий, а также другие диноцераты, относятся к группе млекопитающих анаголоидия, которые, как считается, стали предками зайцеводобных, ребята, кроликов и зайчиков, и разных грызунов, мышей и крыс. Но на данный момент большинство ученых рассматривают Уинтатерия как представителя копытных, но как именно они связаны с остальными копытными, остается неизвестным. В общем-то, прямых предков Уинтатериев не было найдено, и они остаются такими как-то сами по себе. Непонятно откуда и куда. Так, ну теперь, когда мы уже, в общем-то, познакомились с этой табуреткой, древней табуреткой, давайте немножко сравним с тем, что нам там писали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, как-нибудь соберись, а. Вот, так, заш... О, собралось, да, отлично. Так, пынь у Уинтатерий. Так, немного крупнее современного носорока и обладает длинными острыми зубами и когтями. Ну, насчет когтей мы ничего не слышали. Ну, чё-то я как-то там их особо не наблюдаю. Так, благодаря размеру и броне Уинтатерий практически неуязвим. Действительно, такой гигант никому не пузыбам. Да ладно, какое-то двухметровое по высоте животное там саблезубы тигра. Если он на мамонтов бросался, четырехметровых, то чё там ему этого бегемотика заточить. Так, хотя Уинтатерий может использовать клыки в битве обычно, он сдирает ими растительность со дна рек и водоема. Ну, о чём я говорил, а-ля бегемотик. Так, ну, этот эпизод... О, зачёта, ребята, я хочу это увидеть, я хочу это увидеть. Вообще шикарно. У нас на данный момент не хватает ещё одного. Не хватает одного, значит, нам нужно идти сюда. Так, следующий у нас будет, вы поняли, кто. Этого я, возможно, ускорю на выходных. Ну, хотя бы на первое, на десятый уровень посмотрим. Вот такой вот у нас злой и свирепый, как табуретка. Так, вот такое вот у нас есть существо. Блин, куда ты? Чё это отсюда? Давайте его покормим. Вот так вот он жует себе травочку. Травушку-муравушку. Тоже делаем из него двадцатого. Он у нас редкий, потому тут всё быстро и дёшево. Ну, в смысле, по еде. Ну, я там опять за несколько миллионов или чего-то потратил, купил генов. Ну, я всегда трачу еду и деньги, если можно купить гены и доллары. А если можно купить доллары, то я трачу в том числе гены на доллары. Вот такой вот лайфхак вам по накоплению ресурсов. Так, у нас есть три животных. Тогда, по нашей традиции, мы этого шестирогового существа. Ну, роги должны быть... Ну-ка, не как у жирафа, типа, обтянутой кожей. Так, пободаться, да, немножко. Пойдём сейчас посражаемся. Опачки. У нас турнир начался. А, сегодня пятница, всё правильно. Ну, турнир мы на выходных, возможно, постримим по турниру. По турнирущику. Да, может, я реализую своё желание, чтобы вы выбирали, кем сражаться, а я буду сражаться. Так. А мы идём вот сюда. Так, так, так. Ух ты, освободились, да? Но у меня уже того же боя жестокого уже нет, да? Он уже закончился. Да, того боя у нас уже нет. Ну и ладно. Стоять. Я кое-что забыл, как обычно, посмотреть. Какой урон. Сто два и сто пятьдесят пять. Ну, чтобы их найти, вообще, возможно, было сто два и сто пятьдесят пять. Я не знаю, сколько это я буду листать туда. Брантатерий, кстати, один из виновников вымирания Уинтатерия. Как мы уже знаем. Урон сто два, это же куда нужно листать? А, ну, хотя уже вот триста. Уже, уже не так далеко. Хотя триста идёт очень долго. Уже двести. А нам нужно сто. Сто и сто пятьдесят. Так, вот эти два красавца. И сейчас сто пятьдесят. Так, вот где-то здесь должен быть их старший брат. Че... Ну, немножко дальше. Вот это, конечно, есть беда, когда нужно драться кем-то слабым. Они просто там где-то теряются. Сто пятьдесят. Вот. Вот так вот. Ну, погнали. Погнали. Смотрим, кто же нам попадётся. Ну, нам главное рассмотреть их со всех сторон и немножко порубиться. Так. Сто шестьдесят, сто восемьдесят, сто девяносто. Почему-то они все бьют, чуть ли не вдвое сильнее, чем мы. Два удара и Ханана. Это, короче, печально. О, нет, смотрите. Это даже интересно получилось. Давай. Подлец. То есть мне надо бить три, а ему два. Очень интересный какой-то баланс. Дело пахнет керосином. Два из четырёх. У-у-у-у-у, ребята. Это мне нужно на пять бить. Ну, давайте так. Рискнём. Да-а-а. У-у-у-у. Риск не оправдался, но мы только что увидели суперсоник удар. В общем, нам сейчас тут наваляют. Четыре атака на все четыре. Так. Супероружие наше. У него удар слабее даже, чем у этого. Капец какой-то. Так, ну... Топиялазавра мы завалим. А вот с горгазавриком, походу, нам кровь. Ну, смотрите, вообще, жизнь не больше, удар сильнее. На три про атаковал. Я думаю, всё-таки он в защиту поставил этот балл. Ну, ему вообще-то не надо ставить в защиту. Ну, да, вот он у него не поставил. Ну, и ладно. Давайте сейчас посмотрим, как вымерет наш уинтатерий. Три удара. Да, мы даже два, наверное, не выдержим. О, зато клыки с близкого расстояния. Ой, зубки какие у него ужасные. Он мне вообще напоминает, знаете, кого? В игре Halo Combat Evolved в первой части там были эти носороги. Бруты. Бруты. Вот такие вот. Очень похожи. Вот реально очень похожи. Мне кажется, прямо они срисовали с них. Ладно, мы возвращаемся к нашей прокачке. Это у нас было такое знакомство боем. Так, идём дальше. Ну, вот я говорил про Тилокосмила, что вот у него вот эти вот пластины на нижней щели, вот такие вот большие. Вот у него, у Интатерия тоже есть такие пластины, только поменьше. Ну, да, вот где-то вот там вот они. Начать эволюцию. У нас две эволюционных камеры. Это где-то что? В vip-овском статусе две. Они уже нам же когда-то говорили, что будет две эволюционных камеры. У-у-у-у-у-х! У-у-у-х! Хасто не страшным и ужасным. Я вот хочу это увидеть. здесь какая-то у нас будет существенное изменение шерсть появится вот я вижу уже передние роги стали большими и и он стал похож на его базе его базилиуса по моему так так звучит правильно название его более крупного родственника вот он отличался более длинными рогами и вот более острыми этими штуками и ужасно этого харьки ну давайте будем смотреть так вот если голову прикрыть на кабанчика похож как вы считаете вот если закрыть голову кабанчик такой себе кабанчик давайте мы сейчас покормим покормим давайте прочитаем так у intateri крупное животное с маленьким мозгом и правда зачем нужен ум когда кругом полно еды и тебе никто не страшен ну да потому и вымер это я вам тоже рассказывал ребятки также а то есть за вниз чуть не забыл его и на надо живо потыкать сейчас вызвать у него какой-то приступ ярости что что-то у кайна зоских такого нет динозавра рычат а эти как-то так смирно покорно себе там что-то шерстя так свинья реально свинья давай поверни голову я сделаю скриншотик вот вы ну вот этими клыками он еще короче мог копать землю отлично мне скриншоты заработали теперь я могу делать скриншоты но а мы отправляемся в свой последний бой кстати да чем мы давайте вот начнем боя отсюда так сколько у него там было где-то около 200 блин надо посмотреть это я буду искать в пол жизни 219 219 на 702 хорошо 200 едет на твой вот здесь и проведем первый бы первую битву так 219 на 702 вот где-то кстати здесь вот 200 черт мы уже наверно пропустили 219 вот-вот-вот-вот-вот на 702 почему здесь нет где он где он но подождите удар 200 а были здесь нельзя драться к и на зайскими куда я полез нам сюда нужно точно 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 но бывает хотя могли бы и разрешить наверное было бы поинтереснее вот он у нас как акроконтозавр первого уровня примерно или как пахи ринозавр вообще почти под копирку так возьмем вот так вот так и вот так опробуем же его вин-то ты рей дверь с ю ю ю юинто с горы ю вид так у нас архиа тери отлично постараюсь здесь под накопиться и у нас ау и дедикурс который есть тоже в арке давай бешеная адская свинья атакуй нас я должен уин тот или завалить как можно больше так атака на все шесть ужасная свинья выглядит просто адски но ничего у нас тоже есть свирепый зверь не то заяц не то конь до свидания какая-то там 600 килограммовая свинья у нас тут целых две тонны веса так давайте сделаем вот так чисто под накопиться сейчас он подменится давай а это гриппа дочек даже на дедикурус так ну тебя я съем пожалуй такие звуки сдает ужасные так ну а тебя мы сейчас протороним восемь ударов ну давай смог красавчик снимаю перед тобой рога кстати да вот это его базилик переводится да по-моему как коронованный зверь зверь с короной на голове как-то так забыл вам сказать в общем в атаку давайте супер удар смотрим максимальный рыб какой классно ужасный брут вот в общем то такое у нас был уинт отель остается у нас еще два зверь один зверек из кайна зольских о по 75 баксов кое веке попадаются баксы это самое редкое что что есть так а мы давайте тогда заглянем еще сейчас к более умному и разумному бронтотерию вот он такой ну вот уж совсем как носорог да ну и кто у нас еще есть так ну вот у нас дипротодон такой не то медведь не то барсук как подготовлю его будем качать но у нас еще есть на элос материй шерстистый носорог родственник так сказать ужасность я юма я же еще не р-материй не прокачал ребята как я мог эра и материй точно 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 так ну вроде как все ребятки тогда на этом будем заканчивать с вами был александр до скорых встреч так как так 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 Продолжение следует...